МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти специалисты стояли у истоков создания жидкостных ракетных двигателей. И мне повезло, что я с ними, когда пришел работать на НПО «Энергомаш», их опыт мне очень пригодился при создании дальнейших современных жидкостных ракетных двигателей. Химкинский Ньютон, выскочка, колдун и герой нашего времени, как только не называли этого работника-энергомаша. Он мог бы получить Нобелевскую премию, но разработанные им технологии были и остаются засекреченными. Его знают Владимир Путин и Илон Маск. Полвека назад Виктор Семенов совершил революционные открытия в области создания материалов для ракетостроения, которые ставили под сомнение 40 советских институтов. А сегодня, благодаря его открытиям, жидкостные двигатели успешно отрывают от земли ракеты-носители по всему земному шару. Эта ракета «Зенит» поднимает ее жидкостные ракетные двигатели, которые изготавливают на МПО «Энергомаш». Сегодня жидкостные ракетные двигатели уносят в космос ракеты весом в сотни тонн. Но 60 лет назад, после того, как советские инженеры-конструкторы вывели на орбиту 83-тонный «Восток» с Юрием Гагарином, возникла непреодолимая проблема. При разработке двигателей, способных поднимать ракеты-носители с большим грузом, все материалы разрушались. При пайке они разрушались на отдельные фрагменты конструкции, имеется в виду. При сварке были трещины, которые не подлежали ремонту. Когда металлы начинают нагревать, то их структура резко меняется. Причем меняется так, что в определенном интервале температуры падает пластичность. Это погибель. Погибель для сварки. Это погибель для пайки, ковки, штамповки. Сотни часов в главной советской библиотеке страны, месяцы бесконечных экспериментов, проб и ошибок дали результат. Семенов с нуля построил систему управления материалами, при которой элементы ракетных двигателей во время их сварки, пайки и ковки не теряли своей пластичности и не трескались под воздействием высоких температур. Эта засекреченная и по сей день технология стала первой в череде открытий. Она позволила создать двигатель RD-170. И 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Энергия» космический полет совершил челнок «Буран». Он дважды облетел вокруг Земли, после чего произвел посадку. Полет прошел без экипажа, полностью в автоматическом режиме с использованием советского бортового компьютера и программного обеспечения. Полет вошел в Книгу рекордов Гиннесса во многом благодаря вкладу Виктора Никоноровича. Каждое открытие Виктора Семенова было вызовом на казалось неразрешимые проблемы. Одну из технологий он разработал, когда на заводе забраковали 50 тонн металла. В сварном шве нашли трещины. Экспертиза показала, что в точке соединения металлов превышено содержание бора на 0,002%. После решения этой задачи его и прозвали колдуном. Признают все институты, что это брак окончательный, металл-брак окончательный. А представляете, что такое в советское время не выполнить программу. И вот надо было бор выгнать в районе сварки. А вообще, вот до сих пор считают, что я колдун. Потому что это невозможно сделать. Но я выгнал бор, закрытая сверхтехнология. Но, тем не менее, все конструкции были восстановлены. И металл полностью использован для изготовления последующего. Академики и институты до сих пор иногда при встрече говорят, «Как вы можете рассказать, как вы выгнали бор?» «Это же невозможно». Я говорю, вот так смог. Впоследствии Семенов с командой «Энергомаша» на основе разработанных технологий создали ракеты-носители оборонного значения «Зенит» и «Ангара». Соединенные Штаты, несмотря на предоставленную в их распоряжение техническую документацию, так и не смогли наладить производство аналогичных ракетных двигателей. Поэтому в течение 25 лет закупают двигатели RD-180 у химкинского предприятия. 7 декабря 2021 года в штате Флорида на мысе Канаверал состоялся 96-й успешный пуск ракеты-носителя «Атлас» с российским двигателем. Американские ракеты с использованием RD-180 отправляют в космос научные аппараты для исследования планет и спутников Солнечной системы. Виктор Семенов не раз бывал за границей в качестве консультанта по договору с химкинским предприятием. Разрабатывал с нуля технологии по обработке металла, которые позволяли американцам строить свои ракеты, используя только накопленные знания физико-химических процессов. Использовать запатентованные российские технологии за рубежом запрещено. Я ведь в Америке член Союза сварщиков и имею документ с большими льготами, даже привилегиями, как написано. Я этим не пользовался и в мыслях не держал этого. На крупных испытаниях Виктор Семенов обязательный гость. Октябрь 1990 год. При испытании ракеты «Зенит» происходит авария. Комиссия из более чем сотни человек выносит вердикт. Причина в дефектах сварочного шва. Семенов единственный, кто отказался подписывать заключение. Будучи главным сварщиком в течение 9 месяцев работы комиссии, он доказывает безупречность сварки. Позже выяснится, что причиной взрыва двигателя было попадание в него масла на стадии сборки. В середине нулевых, во время первых испытаний ракеты-носителя «Ангара» не сработали двигатели. Комиссия выдала заключение демонтировать ракету и десятки подготовленных двигателей. И здесь дать персональное заключение пригласили Виктора Семенова, который установил нарушения при пайке и сварке и дал рекомендации, как исправить брак. Виктор Никонорович с молодости привык к противостоянию с многочисленными комиссиями, когда его мнение расходится с десятками специалистов. Даже во время защиты кандидатской диссертации несколько отраслевых институтов отказались писать заключение о пригодности технологии Семенова, которые впоследствии позволили успешно реализовать программу «Энергия Буран». Тогда от главной ошибки уничтожить труды всей своей жизни его уберегла супруга Галина Семенова. Всю совместную жизнь она была для мужа личным психологом в бесконечном противостоянии с научным сообществом. Свой непосредственный начальник лаборатории, который сказал мне, час читал мораль, а потом даже больше часа, а потом сказал, я все предложу, чтобы ты не защитился. Выскочка. Вот это его слово, и не только его. Не успел прийти на работу, он уже кандидатскую хочет. Пошел мыслик, думаю, надо сжигать и закончить с этим делом. На свалку пошел. И вдруг у меня сзади, я под впечатлением таким, я даже не чувствую, вырывает рулон, и она поняла, что я понес их сжигать. Я ему сказала, я говорю, ну ты пойми, кроме такого негатива, есть еще положительные люди, которые к тебе по-доброму относятся. Ну вот, я сказала, не смей это выделать. И вот это напутствие явилось большим успехом. Меня восприяли в МГУ у меня Ломоносова, и по телефону договорились выделить 8 минут. А я там у них был с 10 часов до 6 вечера. И такой был колоссальный интерес к моей работе, что они сказали, мы готовы вам прямо здесь кандидатскую выдать, а докторскую защитить через полгода. За последние 20 лет о Семенове написали множество газетных статей и не один десяток книг. Его биография удивит даже самых искушенных. В послевоенное время Виктор Семенов, его семеро братьев и сестер, отец и мать, жили в землянке на 8 квадратных метрах. Деревня стояла на том месте, где сегодня построен многоквартирный дом, в котором и живет Виктор Никонорович. А тогда в далеком детстве спали на сене и соломе. Во время войны умерла от голода младшая сестра. Через несколько лет умер отец. Сам он чудом остался в живых. Пух от голода. По состоянию здоровья его не пустили в первый класс. В ноябре он сам пришел в школу, несмотря на запрет. В ноябре месяце был снег с дождем. Ну, проселочная дорога, жили-то в деревне. И пришел я в одних трусах брезентовых в школу. Ну, учительница, когда услышала мою краткую историю, и то, что мне одеть нечего было, на второй день попросила ребят принести, что у кого есть лишнее. И я очень из этой одежды запомнил шапку караклевую с оторванным ухом. Вот, поскольку уже зима была. И второе галифе, сшитое из кусков зеленой материи. Причем разноцветной зеленой материи. И вот галифе я был как генерал ходил. В этих галифе не один год. К 16 годам Виктор Семенов весил всего 42 килограмма. В военное училище, куда он мечтал поступить, его не взяли по состоянию здоровья. И тогда он решил изменить свою судьбу. Я начинаю над собой работать. Работать в том плане, или буду жить, буду здоровым, или помру на расстоянии, где-то в бегах. Так я начал очень усиленно после работы заниматься физической нагрузкой. За год я вышел на километр бега. Причем бега по времени. За два года я вышел на 10 километров бега. И начал моржевать круглогодично. Это вот занятия, три часа спорта, я каждый день до сих пор продолжаю. А потом была служба в армии, работа на предприятии, которому он посвятил около 60 лет. И за это время Виктор Семенов ни разу не был в отпуске. Просто не хотел отдыхать. Признается, лучшим отдыхом было решение невыполнимых задач. А все свои знания о физико-химических процессах черпал в библиотеке. В субботы, в воскресенье полностью 8 часов в химках на станции, на платформе. К 10 открывается Ленинка. К 10 пол 10 я уже, чтобы хорошее место занять там у окна. Вот так я жил вот такими проблемами. Сегодня он главный научный сотрудник в Роскосмосовском исследовательском центре имени Келдыша. Более 20 лет лектор ведущих технических вузов. Его авторские изобретения и патенты стали предметом изучения. Многочисленные научные труды и книги востребованы в международном научном сообществе. Достижения Семенова в области ракетостроения позволили заработать стране и химкинскому предприятию миллиарды долларов. А все свои гонорары Виктор Семенов до сих пор перечисляет в детские дома. Мне не нужно, мне достаточно, костюма у меня хватает, поесть тоже хватает, жилье у меня есть, машина у меня, подарок есть президентская в области науки. Так что мне, говорю, тоже ничего не нужно. Поэтому, говорю, а дети, я сам дважды умирал от голода, поэтому я и даю, чтобы дети росли. Я дал слово, если выживу, я буду помогать всю жизнь детям. Поэтому дети это мои, в химках, например, я и так и называю. Все химкинские дети это мои. Каждую субботу Виктор Семенов преподает английский язык в детской библиотеке, а также рассказывает о ракетостроении в химкинском филиале авиационного института, который он сам окончил в 1958 году. Наши специалисты, гордые химок, гордость наша, да, специалисты НПО «Энергомаш» преодолели все. Американцы не смогли сделать до сих пор. Есть такой с миллиардами, с мешками долларов, Илон Маск. Но он до сих пор, вот сколько лет он пытается. И он собирает. Он даже поцелал людей в библиотеку детскую. Предлагали мне поехать туда. Меня много раз приглашали, не только с 90-го года, и бесчетное количество. Но я всегда говорил, я не спортсмен, не футболист, не хоккеист. Я не продаюсь. А Россию для меня родила, она здесь, я останусь полтора метра, найдет. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, доктор технических наук, лауреат государственных премий Виктор Семенов не останавливается на достигнутом и берет новые вершины, ставя перед собой очередные неразрешимые задачи. Надеется, что в ближайшие годы наука начнет заниматься исследованием новых жаростоких материалов для создания жидкостных ракетных двигателей. И очень часто вспоминает встречи с людьми, которые помогли ему совершить открытие в области ракетостроения. Одно из ярких воспоминаний – последняя встреча с основоположником советского жидкостного ракетного двигателя строения Валентином Глушко в 1989 году. Последняя встреча была у нас в больнице, когда Валентин Петрович находился там. Войдя в его палату, я увидел того гордого, с высокоподнятой головой, который сделал так много для России, и для не только России, но и других стран. И он как бы извинился. Он говорит, я знаю, что внес большую помощь в создании жидкостных особенной энергии бурана. Я говорю, все, выйду отсюда. Обязательно ты получишь ту награду, которую заслуживаешь. Вот это последний разговор у нас буквально был считанные секунды. Но через два дня он умирает. Вот так это была последняя встреча с Валентином Петровичем Глушковым. Я горжусь тем, что я работал с такими специалистами, которые работают на НПО, на РГАМАШ. Я горжусь, говорю, Химками, потому что Химки – самый красивый город. Город, где живут очень умные специалисты, которые изготовили и изготавливают до сих пор жидкостные ракетные двигатели, не превзойденные никем в мире. Ракеты «Факел» изготавливают, которые покупают более 60 стран С-400 современной ракеты. Завод «Лавочкин» – это завод, который изготавливает столько приборов, телевещания, изучение планет других, изучение Марса, изучение Венеры, изучение Меркурия, нашей Земли. Использ llega к межустройству, и услыш austerиeff کی Меркурия, Субтитры создавал DimaTorzok